В этом видео расскажу, как запустить процесс уменьшения жировой ткани или, как говорят обычные девчонки, что сделать, чтобы жир горел. Несмотря на то, что я натурициолог и люблю учиться, сложности и все такое в быту, и особенно в питании, люблю простоту. Я не сторонница забивать голову гликемическими таблицами, постоянно высчитывать колораж, громовку порций, и вам не советую. Да, нужно и можно потерпеть 2-3 месяца, когда начинаете снижать вес, чтобы процессы похудения запустили, глаз привык к объему порций, но не постоянно. Не представляю кухню и гликемическую таблицу под рукой. Обычная жизнь, семья с ней несовместимы, на мой взгляд. Может быть у вас другое мнение. Я за то, чтобы все было как можно понятнее и проще. Если вам это тоже близко, добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, будем разбираться в сложном месте. А сейчас, внимание, переходим к пользе. Вспомните сладкие фрукты и ягоды. Вспомнили? Запоминаем, что они относятся к продуктам с высоким гликемическим индексом. Все, точка. Всем спасибо, расходимся. Шутка. Сейчас сразу закрепим пройденный материал. Субтитры сделал DimaTorzok. Всем привет, я Светлана Никитчук, ваш нутрициолог. Продолжаю налаживать жизнь в Германии. Хочу попросить вас помочь. Интересны ли вам небольшие отступления в моих выпусках? О том, как мы устроились здесь, какие оформляем документы, с какими трудностями сталкиваемся, что изменилось в лучшую сторону, как здесь с работой, местные порядки и мои лайфхаки. У меня, например, были сложности с мусором. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение и какие вопросы интересны. Обязательно расскажу в следующих видео о самых интересных. Это видео продолжение. Вторая часть про жировую ткань. В первой части наглядно рассказала, как жир нарастает, что способствует его увеличению и при каких условиях. Если вы не смотрели, жмите стоп и начинайте с первой части. Ссылку прикрепила в описании. Ну а я продолжу дальше. Сегодня разберем, как заставить ненавистную жировую прослойку уменьшаться, а нам худеть. Самый мощный фактор, чтобы снижать вес, это гликемический индекс продуктов. Говоря проще, показатель, который скажет, как тот или иной продукт повысит уровень сахара в крови. А это запустит процессы, которые будут влиять на чувство голода, насыщение, зависимость от сладкого, пополнение депо жира в организме. Кстати, кто смотрел первую часть, тот знает, почему похудение особенно заметно в груди. Так обидно, девочки, да? У многих даже формируется причина не худеть, чтобы грудь осталась в прежней форме. Давайте закрепим пройденный материал. Итак, вы узнали, что все фрукты и ягоды делятся на разные гликемические индексы. Виноград. Как вы думаете, какой у него гликемический индекс? Когда я сказала виноград, вы сразу вспомнили во рту его сладкий вкус. И совершенно правы. Да, у него высокий гликемический индекс. А что вы скажете о клюкве? Это не сладкая и кислая ягода. Значит, правильно, у нее низкий гликемический индекс. Но бывает так, что один и тот же фрукт или ягода вне зависимости от степени зрелости или сорта могут иметь разный гликемический индекс. Клубника, например, в зависимости от сладости. А банан? Что скажете? Правильно, высокий. А зеленый банан? Да, не все так однозначно. Недозрелые плоды содержат резистентный крахмал, который не расщепляется в организме человека. Благодаря ему зеленые бананы помогают стабилизировать уровень сахара в крови и дают долгое чувство насыщения. Также исследуют его влияние на коррекцию массы тела, на показатели сахара при сахарном диабете и нарушение углеводного обмена. Правильно. И низкий тоже. Сладость напрямую влияет на гликемический индекс. В бананах также содержатся бактерии, пробиотики, которые улучшают микрофлору и нормализуют работу кишечника. А вот в содержании витаминов, микро- и макроэлементов выигрывают желтые бананы. Чем спелее банан, тем больше в нем катехинов, обладающих противоопухолевой активностью. По мере зрелости изменяется и количество клетчатки. Более зрелые и сладкие плоды содержат больше клетчатки, но и больше сахара. Понятно? То есть без таблицы приложений вы теперь знаете и не тратите на это время. Все сладкие фрукты и ягоды имеют высокий гликемический индекс. Умеренно сладкие – средний. И несладкие – кислые – низкий. Вы уже знаете, что инсулин надежно упаковывает в жировой клетке глицерин и жирные кислоты, которые он преобразует из глюкозы. Атмосфера романтики. Возможно, прямо сейчас в вашей крови инсулин взял за руку глюкозу и галантно ведет ее к жировым запасам на животе или бедрах, чтобы оставить здесь и, возможно, навсегда. Если, конечно, вы не решите похудеть. Жировая клетка безотказно принимает всю глюкозу, что приводит ей инсулин. Но отдавать, выпускать, а следовательно уменьшаться в размере, худеть она даже не собирается. Так как же заставить ее отдать содержимое, чтобы она стала меньше? И здесь, как всегда, с одной стороны все просто, а с другой есть сложности. Очень важно создать противоположный эффект тому, что был при накоплении. А именно, во-первых, снизить инсулин. Ошибка многих при похудении, отказ от еды. Вы не сможете его снизить таким образом. Запомните, инсулин вырабатывается независимо от еды. Это называется инсулиновое окно. Но еще он вырабатывается на каждый прием пищи. На перекус, на чай, с чем-нибудь, на кофе с молоком. И вот здесь важно, сколько будет этих подъемов инсулина и как часто. Какие продукты по гликемическому индексу вы съедите, такие и будут скачки инсулина, а следовательно, чувство голода. Представьте кривую графика. Если отклонения от нуля будут большими и резкими, то в плюс высокое содержание инсулина, то в минус низкая. Жировая клетка не выпустит триглицериды и жирные кислоты. Вам сложно почувствовать насыщение, а голод наступит совсем быстро. И напротив, если отклонения от нуля будут небольшие, вы спокойны, нет желания съесть много, часто и тяги к сладкому тоже нет. Сейчас многим из вас это может показаться просто невозможным. Но поверьте, уже более пяти лет на нашей программе Нутрициологика я сталкиваюсь с восторгом учеников, когда они перестают кидаться на шоколадки и могут спокойно пройти мимо сладостей в кафе и магазинах. А самое главное, они не прячутся со сладостями, не жалеют себя тортом или килограммами конфет. Нет, они позволяют себе десерты, выпечку, но они независимы от них и у них нет чувства вины за съеденное, а следовательно, не нужно устраивать себе наказание. Поэтому очень важно учитывать гликемический индекс продуктов. Он поможет понимать, насколько высоко поднимается ваш уровень сахара в крови, а следовательно и инсулина. Еще есть гликемическая нагрузка. Она показывает, как долго будет работать инсулин, выравнивать уровень глюкозы. Она тоже будет зависеть напрямую от тех продуктов, которые попадут к вам в рот. Но об этом в другой раз. Ну что, с фруктами и ягодами разобрались? А как же другие продукты, каши, например? Как определить их гликемический индекс? Не поверите, но проще простого. Все, что варится долго, имеет низкий гликемический индекс. Быстро или вообще разваривается высокий. Гречка или манка? Понятно, какая каша будет резко повышать уровень сахара в крови, а затем резко падать. Безусловно, манка. Ну вот смотрите, как неоднозначно овсянка. Она в магазинах продается цельным зерном овес, хлопьями, есть заварная. Видите разницу между первой и последней картинкой? Хотя все это одна и та же овсянка. Чтобы быть удобной кашей через 5 минут, заваривание нужно, чтобы овес многоэтапно обработали, очистили, воздействовали высокой температурой и в заключении нарезали зерно тонкими слайсами. Такая каша конечно теряет микроэлементы и клетчатку, но все же продолжает их содержать. Но опасность не в этом, а в том, что на втором месте в составе сахар. Вы же знаете, что чем ближе ингредиент к началу списка в составе, тем больше его добавили. Поэтому неудивительно, что на 100 грамм сухой каши приходится до 70 грамм углеводов. То есть и без гликемической таблицы вы легко разберетесь, какую кашу вам нужно есть гречку или манку, сварить или заварить ее. Производители быстро каши знают этот недостаток и тщательно его маскируют. Вот, например, этот производитель избавил кашу от главной причины, по которой ее могут не покупать. Сделал ее без сахара, но только на упаковке. Как видите, в составе мало что изменилось. Теперь, зная все это, перейдем к главному. Что нужно делать, чтобы жир сгорел? Чтобы капсулы становились меньше, из объемных в маленькие превращались. Когда вы выполнили самое главное, основное условие, уравновесили кривую инсулина, другие гормоны, которые отвечают за жиросжигание, поднимаются. Это как электрический свет, либо включен, либо выключен. Невозможно существование одновременно этих двух состояний. то же самое у нас в организме. Либо мы включаем катаболизм, разрушение, либо анаболизм, построение. Соответственно, похудение это катаболизм, а набор веса анаболизм. И за каждый из этих процессов отвечают и вырабатываются разные гормоны. Например, за набор мышечной массы и увеличение жировой отвечает инсулин, о котором мы уже говорим во втором видео. А еще про лактин, который отвечает за лактацию. Вспомните, кто кормил грудью, как трудно было худеть при грудном вскармливании. И еще невозможно голодно. За жиросжигание ответственны адреналин, норадреналин. Они вырабатываются во время тренировки и во время стресса. Еще гормон самотерапин, гормон роста, грелин, гормон голода. То есть эти гормоны ответственны за начало опустошения жировой ткани. И вот здесь интересный момент. Жировая клетка имеет оболочку, капсулу. У нее избирательная способность впускать и выпускать. И вот ключи, чтобы что-то впустить или выпустить, есть только у гормонов. Не у витаминов, не у БАДов нет таких способностей. Гормоны делятся на тех, кто заносит и тех, кто выносит. Отсюда следует вывод. Если вы нормализуете кривую инсулина, то поможете другим гормонам извлекать из клетки жир. А это гормон соматотропин, который вырабатывается каждые 4 часа. Или после активной ходьбы или тренировки адреналин. Тем самым вы поможете гормонам извлечь из жировых клеток их содержимое и начать процесс по уменьшению. Из жировой клетки жирные кислоты попадают в кровь и распределяются по всему организму, в печень, мышце и так далее. В любом органе или системе клетки по сути одинаковые. В них находятся в том числе так интересующие нас сейчас митохондрии. И это очень важный момент, потому что только там глицерин и жирные кислоты попадают в цикл Крепса. А что это такое? Это тот самый процесс жиросжигания. Митохондрии это мини-заводы по сжиганию энергии и переработке жирных кислот и глицерина в углекислый газ, воду и энергию. Теперь вы понимаете, что коктейли для похудения не работают. Нет волшебных таблеток. Массажи как таковые работают, но по-другому. Они не могут запустить истинный гормональный эффект жиросжигания. Что происходит во время массажа расскажу в следующих видео. А именно когда массажи можно и нужно включать в процесс похудения. Когда действительно они работают. Надеюсь это видео поможет вам и никто больше не сможет ввести вас в заблуждение. Только питанием запускается жиросжигание. Когда вы не даете инсулину резко увеличиваться, вы начинаете снижать вес без насилия над собой, с долгосрочной благоприятной перспективой. Какие еще гормоны нужно повысить без заумных терминов мы разбираем на курсе Нутрица Логика. Заботой о вас я записала отдельный урок по гормонам. Приходите. В этом видео поделилась знаниями, которые считаю должен знать каждый. Чтобы не обманываться рекламным обещанием, вы можете худеть управляя только лишь едой и получать классные результаты. Если вы хотите разобраться в своем пищевом поведении, продуктах, психологии похудения, подписывайтесь на Диетолог Лана в соцсетях. А также прямо сейчас ставьте звоночек, чтобы не пропустить очередное видео на YouTube. Знания, которые вы получаете, останутся с вами навсегда, а это самое ценное. До встречи, пока-пока. До встречи,